Музыка Юрия Николаевича Холопова Юрия Николаевича Холопова Юрия Николаевича Холопова Сидит профессор из консерватории, профессор Колобов. И потом дверь распахнулась, и какой-то человек очень решительно вышел. Оказалось, это и как раз и был Юрий Николаевич. Но первое – это походка и осанка, то, что меня запомнилось. Правильно понимая, что ли, Божью волю о себе, он шел в этом очень трудном, но единственном для него возможном направлении. Миссия человека на Земле определяется той мерой вклада в мировую гармонию, которая назначена ему при рождении. Каждому в земной жизни дается, а точнее сказать, доверяется, нести свой крест. Чем одареннее человек, тем больше с него и спросится за каждый прожитый день, за каждую нереализованную мысль. Осознание своего предназначения – первая необходимость человека. Ответственность за ее реализацию – вторая. К настоящим высотам приближаются только те, кто посвящает себя служению истине. Одаренность человека предопределяется многими компонентами – генетикой, духовным и физическим здоровьем отца и матери, семейным ладом, стремлением родителей передать детям любовь к жизни и потребность трудиться, самоотверженно, с полной отдачей всех своих сил. Скромная способность к труду и составляет базу всякого гения. Ведь его мама, 13-летняя девочка, пела в церковном хоре. 13-летняя – это когда людей расстреливали за ношение крестиков. Ее будущий муж, Коли Холопов, с 13 лет пел в этом же церковном хоре, у Лагову, очень известного нашего регента. Но ведь самое главное – мама выносила Юрия Николаевича в церкви. До последнего дня, вот перед самыми родами, она еще стояла у хоре, она пела, значит, он внутри ее уже все это услышал, он воспитался на этом. И не зря Лосик говорит, что рождается ребенок, имея от природы уже инстинктивно знание о Боге. Вот Юрий Николаевич оставался на вершине своего духа на таких высоких вершинах, что этот липкий туман неверия и сомнения религиозного, он его не ожог, не опалил. Но это символично. Родители венчались в храме, который придет после кончины Юрия Николаевича и его икона. Ведь тоже удивительно, день рождения Юрия Николаевича совпала на праздник престольный, храма 14 августа. Звуки музыки мальчик слышал, еще находясь в утробе матери. Возможно, тогда и зародился его безупречный музыкальный слух. Певучий материнский голос, обращенный к Богу, отзывался и в народных распевах. В большой семье Холоповых пели все, от мала до велика. На этой благодатной почве и сформировалась идея об изначальности песенной формы для всех последующих классических форм. Юрий Николаевич впоследствии писал. На первом месте здесь бесспорно должна стоять песня. Мы с должным упорством стремимся доказать в наших курсах анализа, что вся музыка вырастает, как дуб из желудя, как цветок из семени, как живой организм из зародыша, из народной песенности. Родиться надо в провинции, вблизи естественных природных звуков, среди людей, неискушенных столичным тщеславием. Господь хранит провинцию. В каждый, казалось бы, забытый уголок Отечества нашего заносит проведение искорки духовного просвещения. Знала ли Екатерина Давыдовна Аглинцева дворянк армянских кровей, высланной из столицы за неблагонадежность? Какую роль надлежала ей сыграть в судьбе юных Холоповых? Это была настолько необыкновенная, яркая, всесторонняя личность, у которой она просто и, начиная с осанки, начиная с манер, как она себя вела, потом она была превосходно профессионально образована, она была ученицей знаменитого пианиста Игумнова, это представитель славной московской школы пианистов, это она его ученица, и поэтому она нас обучала сразу, очень так ориентируя на какое-то, видимо, дальнейшее наше движение. Абсолютное восприятие звука, музыкальность детского бытия привели Юру Холопова в Рязанское музыкальное училище. Учась на двух отделениях одновременно, издав экстерном за два года полный учебный курс, в 16 лет, в порядке исключения, он поступает в Московскую консерваторию. Моя мама тоже в свое время кончила в Московской консерватории как пианистка и много рассказывала о совершенно замечательных людях, которые учились на их курсе. Я слышала много великих имен пианистов, исполнителей других специальностей, и, в частности, она говорила, что был такой среди молодых людей, несколько помоложе нее учившихся, такой очень яркий молодой человек, подавший большие надежды, которого звали Юра Холопов. Потом, в связи с какими-то училищными делами, она как-то обронила фразу, ну, ты его сразу узнаешь, но это был такой молодой человек с горящими глазами и волосами дыма. Вот однажды в коридоре училища я увидела человека с изумительно яркими, какими-то горячими глазами и действительно такой задорной прической ежиком. Я не знала, что это Юрий Николаевич, но потом уже через, может быть, даже не один год, попав к нему на курс анализа музыкальных произведений, который он тогда вел в училище, я поняла, что это был тот самый повзрослевший мамин однокурсник. Во время учебы в консерватории Холопов начинает преподавательскую деятельность сначала в музыкальной школе при консерватории, затем в музыкальном училище. Подарить восторг знаний способен лишь тот, кто сам любит учиться. Вся жизнь Юрия Николаевича была этим познанием сочности музыки. Для него не было случайностей, все подчинялось высшей гармонии. Музыкант-теоретик – это философ, который видит в звуковой материи скрытую математическую сущность музыки. Само слово «теоретик» происходит от греческого «теорео», что означает «смотреть», «проникать в суть вещей». Читаешь и какие-то средние второстепенные, ты их пропускаешь. А потом посмотришь, показываешь ему, мол, это можно пропустить. И он вдруг так загорается, и глаза загораются у него. У него второстепенные ничего не было. Такой взрыв реакции, впечатлительность, как у ребенка. Это было здорово, это очень настораживало. Я потом сам находил интересное в том, что пропускал. В Священном Писании есть такая фраза, что ключи от рая находятся у святого Петра. Или по преданию, скорее. Мне всегда казалось, что ключи от музыки, музыкант-теории в частности, от музыки вообще находится Юрий Николаевич. Потому что от него исходила некоторая заразительная тяга слушать и понимать музыку. Надо восстанавливать формы музыкальной красоты в тех категориях, в которых мыслил великий русский музыкант Петр Ильич Чайковский. Как восстанавливать сегодня напротив консерватории имени Чайковского, храм Малого Вознесения Господня XVI века. Начиная с 60-х годов, Холопов ведет специальный курс «Музыкально-теоретические системы», который относится к числу крупных научных и педагогических достижений ученого. Впервые в отечественном музыкознании удалось провести непрерывную нить от древности до наших дней, охватив примерно трехтысячелетнюю эпоху европейской музыки как искусство. Именно так, ориентируясь на реальную творческую практику и, готовя к ней своих учеников, преподавали прежние крупнейшие российские мастера Чайковский, Римский Корсаков, Танеев. Встречаются глаза, которые будем самостоятельно видеть. Встречаются полу, способные к сопоставлению. Такие одаренные люди спрашиваются. Раз позавчерашняя мудрость была несберной, это вчерашняя, а вчерашняя сегодняшняя, то, может быть, и современная мудрость будет сметена завтрашней. Наиболее смелые из них отличаются. В 1968 году Холопов представляет к защите книгу современные черты гармонии Прокофьева. В этом блестяще написанном труде, по сути, была сформирована концепция развития гармонии в XX веке. Но не бывает пророка без чести, разве только в Отечестве своем и Доме своем. Авторитетный ученый, признанный мировой музыкальной общественностью как автор бесценных научных трудов по теории музыки и гармонии, в стенах родной консерватории он оставался рядовым преподавателем. Защитить диссертацию Юрий Николаевич смог только через 10 лет. С Юрием Николаевичем произошла история, которая не происходила больше ни с кем, когда он написал свою кандидатскую диссертацию по новым принципам гармонии. Гармония – это было совершенно необходимо, потому что нужно было развивать слух, нужно было новое слышание, новую музыку. Прокофьеву Шостаковичу надо было, это дали еще вот это была проблема, услышать Прокофьеву, услышать Шостаковича Стравинского, чтобы это было доступным. Вот он нашел такие законы, которые делали это доступно. Казалось бы, вот нужно это принять, и вот тут, как всегда, самым таким коварным образом, он был обманут, его диссертация была взята на рассмотрение, это еще на кафедре теории музыки, и за его спиной был организован сговор, и в результате этого сговора две, по-моему, или три недели даже шел провал этой диссертации. Тут же находятся и искусствоведы, которые пишут крупкомысленные книги, полные признания того искусства, которое вчера еще считалось бессмысленным. Этими книгами они устраняют препятствия, которые искусство давно уже преодолело, и установлен новые, которые на этот раз должны будут твердо стоять. Занимаясь этим, они не замечают, что строят преграды не впереди, а позади истицам. Спасибо, Игорь Негода. Он был исключительно великодушен, и исключительно, уже особенно в зрелые годы, любил и умел прощать, при том, что, при всех сложностях, которые были в его жизни, я помню даже, насколько он сострадательно, зачувственно говорил, о людях, сделавших ему очень много зла. Он сочувствовал тому, как у них кончилась жизнь, что у них никто не хотел учиться. Тамара Растуна здесь была, у нас долгие годы заведующая кафедрой, она его называла «Рязанский труженик», всегда. Очень приятно. Да, очень его чтил и уважал с самого начала. И всегда возмущалась всеми инсинуациями, которые были против него, всегда искренне, всегда горой защищала и его, и его учеников. «Меня всегда восхищали и восхищают не только его обширные знания и настойчивость, но еще и мужество, неподдельная страсть, без которой невозможно никакая серьезная наука». Борис Тевлин. В течение всей своей жизни он изучал новую музыку, которая поначалу далеко не всем была понятна, а позднее получила широкое распространение, в частности, благодаря его трудам. Софья Губайдулина. «Я благодарен профессору Холопову за эхо моих сочинений в России. Многие годы на мою музыку там было наложено табу, и она была объектом нападок. И как было угодно Богу, это прошло». Карл Хайнц Штопхаузен. Юрий Николаевич пробивал своим, так сказать, авторитетом и своим знанием и своими совершенно феноменальными музыкальными способностями области, новой области музыкознания. И вот одна из таких областей была связана с современной музыкой, причем не только нашей собственной отечественной музыкой, но также и зарубежной, которая, как бы, на нашей почве тоже не была абсолютно принята по тем же самым, собственно, идеологическим причинам. И в первую очередь это было связано с музыкой Антона Веберна, то есть музыка еще написанная в 20-30-е годы, тем не менее у нас она во второй половине 20-го века в нашем Советском Союзе она была просто запрещена, и не было никаких исследований. Он, помимо того, что поднял, как бы, вообще на щит этого композитора, это замечательный австрийский композитор Антон Веберн, который оказался закрытый он вообще очень труден для понимания. И вот он ездил в архив в Базеле, где архив Антона Веберна находится, он изучал там его просто рукописи, еще до этого он проанализировал все сочинения Веберна, и вот на основании этого была написана собственно книга, и его исследование связано с этой музыкой. Он очень любил цитировать Слава Кандинского, Василия Кандинского, из его книги о духовном искусстве, что вот на острие треугольника находится горстка людей, это вот тот самый авангард, которые все время стремятся вперед и вверх. То есть не просто композиторы, которые там выдающиеся или очень крупные, а вот те, которые все время были вот на этом острие треугольника. Он все время цитировал это. И вот на острие, как раз вот согласно его собственное представление находился Антон Веберн, Дисон Денисов, Андрей Волконский. Еще в 70-е годы Юрий Николаевич часто задавал один и тот же вопрос. 20-е столетие уже на исходе. Почему музыканты опираются лишь на примеры прошлого, 19-го века? В итоге мир получил три книги, в которых изложены теоретические и практические основы гармонии. Здесь впервые дается методология познания и понимания сложнейшей музыки 20-го столетия. Его труд гармонии стал пока единственным в мире надежным проводником в музыку 21-го века. Вся его теория, она удивительным образом имела предшественников. То есть она выросла из классической теории музыкальной формы, из классической теории гармонии. Она не просто была создана, это не искусственное образование. Мы очень много имеем, к сожалению, музыкознаний, примеров искусственных образований. То есть это придумываются какие-то теории, которые к музыке имеют очень опосредованное отношение. Он на основании изучения огромного количества источников, он построил, вернее восстановил, реконструировал теорию музыкальной формы, классической немецкой теории музыкальной формы, которая во времена 30-х годов в наших советских была просто вычеркнута из нашей науки. После его ухода мы увидели, какое количество работ у него действительно не опубликовано. И что это за работа? Это не просто отдельные статьи, это книги, которые так и не были, не попали, так сказать, в сферу вот этих публикаций, которые теперь мы должны готовить и пытаться, так сказать, их как-то восстановить. Но это действительно просто огромное количество страниц и потрясающий текст высочайшей научной пробы. величайшей свободы, являющейся больным и необходимым дыханием искусства, не может быть абсолютной. В каждой эпохе дана своя мема свободы. И даже наигениальнейшая сила не в состоянии перескочить через границы этой свободы. И эта мера должна быть исчерплой. И в каждом случае исчерплой. Василий Он неуклонно шел навстречу новому, всегда вперед и вверх. Его взгляд пристально удивленный, открытый всему живому, как взгляд ребенка, был одновременно пытлив, как взгляд ученого. Записки, адресованные студентом, он коротко подписывал двумя буквами ЮН. ЮН. В свои 70 лет Юрий Николаевич оставался восторженным юношей, смиренно смотрящим в глаза истинно. Он создавал такую насыщенную атмосферу, что у него работать просто так с прохладцей было невозможно. И боился, я его боялся до того, как стал учеником. А потом стал учеником боялся самого себя, потому что чтобы не ударить в грязь лицом, чтобы его класс принести все на высшем уровне. Он очень переживал за свою методику, насколько верно он ее разработал, насколько она универсальна. И то, что он так вдумчиво по полчаса с каждым студентом сидел, это, в отличие от того, что они думали, вовсе не означало желание из кого-то завалить. Это означало желание вдуматься и понять, насколько доходчива оказалась методика, насколько самый талантливый, или наоборот, самый плохо подготовленный студент ее воспринял. Будучи талантливым педагогом, через гармонию музыки Юрий Николаевич открывал студентам и гармонию жизни. Для него, человека 20-го столетия, понимание музыкального искусства было близко пониманию музыческого искусства в античности, когда через постижение высших музыкальных законов воспитывался характер, формировалась личность. В отношениях его с учениками всегда была некоторая дистанция, которую мы чувствовали, может быть, больше, чем у других педагогов школьных. Но она не была никак отчуждением, это была, как бы, такая высокая планка. Это был вот в этих отношениях, он, как бы, может быть, и совершенно невольно. Показывал нам пример того, как оно должно быть, как должны строиться какие-то профессиональные отношения, и как, к чему мы должны стремиться. И мы, естественно, стремились. Он никогда, будучи великим, будучи ученым, человеком с дворовым именем, не стеснялся попросить прощения у студента, у студентки. Я помню такой случай, когда моя дипломница не очень удачно сдавала музыкально-техристические системы, предмет действительно сложный, Юрий Николаевич несколько раздосадованный неловким ответом говорил, ну что же вы не выучите, что у вас дети плачут. А студентка отвечает, да, у меня дочке полгода. Я помню, что Юрий Николаевич несколько месяцев переживал это событие. Но поскольку была моя дипломница, он спросил, когда она у вас занимается, я приду, я должен попросить у нее прощения. Он проделал путь в несколько лестниц из одного корпуса в другой и пришел просить прощения вот у совсем юного существа. Новаторский мыслящий Холопов был консервативен в своих ценностях. Принимаемый в лучших дворцах мира, имея жесткий жизненный график, он ни разу не изменил раз и навсегда заведенной традиции встречать Новый год дома с мамой. Рязань была для него не просто родиной, здесь остались корни его могучего родового дерева, здесь жили его родные и друзья, здесь ждал его самый близкий человек мама. Музыка. 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 Он жил как анахарит, как монах-отшельник. То есть его квартира была настолько перегружена книжками, завалена книжками, и там какое-то маленькое местечко было расчищено под место для вдохновения, и на кухне маленький столик для работы. И поэтому, конечно, для него требовалось совсем мало в смысле вот этих материальных благ, которыми мы иногда перегружены. Он довольствовал себя в этом отношении совершенно незначительным, а в другом отношении, мне кажется, пребывал в таком сообществе с теми духовными ценностями, о которых мы только думаем или переживаем, лечаем, надеемся достичь. Наверное, это может быть прозвучит несколько высокопарно, но сначала перед нами симпатичный парень, вот такой, каким его знали ровесники моей мамы, теперь люди уже пожилые. Потом зрелый человек исключительно жадный до жизни, вот эта жадность до жизни в глазах просто видна, исключительно живой, обаятельный и с типичной рязанской мягкостью в чертах, это тоже было ему присуще. И, наконец, вот последние портреты, юношеская свежесть сменяется зрелым обаянием, а потом проступает то, что по отношению к лесу духовному сказали велик. Единое целое есть движение к высшему или божественному началу, которое ни один человек знать не может. Он может знать только лишь свой ограниченный мир. А вся эта картина хорошо рассчитанный проект, причем проект числовой, числа, гармония, музыка в этом смысле оказывается одним целым, только выраженным разным языком. Субтитры создавал DimaTorzok «В моей природе что-то серьезное и куда-то погруженное мистическое». Юрий Николаевич Холоков Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров